В Москве изменили провокационное название выставки работ уроженца азербайджанского города Шуша Эдмонда Петросяна. Теперь выставка именуется неприхотливо, но политически грамотно. Организаторы убрали неуместный во всех отношениях проармянский термин «Нагорный Карабах», сократив название долаконичного Эдмонда Петросян «Мистерии». Коррективы были внесены в аннотацию к выставке, размещенную на сайте Государственного музея Востока. Если ранее использовался только абсурдный псевдотопоним Степанакерт, то теперь к нему добавлено в скобках исконное название этого азербайджанского города Ханкян-Ди. Что ж, будем считать, что в случае с организаторами московской выставки озарение – это поэтапный процесс. Видимо, им необходимо какое-то время, чтобы усвоить, что наравне с так называемым «Нагорным Карабахом» не существует никакого Степанакерта. Так или иначе, прогресс налицо, и хочется верить, что в дальнейшем в России будут более деликатно подходить к политическим и географическим реалиям. Без оглядки на истерики Армении, которые, конечно же, не заставили себя долго ждать. Сразу после изменения названия выставки в московском музее армянские СМИ подняли шум, в котором временами отчетливо слышны откровенно антироссийские нотки. В частности, многозначительно отмечалось, что подобные действия неизбежно формируют враждебный образ России в Армении. В Москве в весьма нездержанных выражениях припомнили, что в ходе Второй Карабахской войны Армения осталась без российской поддержки. По мнению армянских журналистов, это нельзя расценивать иначе, как предательство союзнических отношений между двумя странами. И сегодня это предательство продолжается, коль скоро Россия отвергает армянскую версию постконфликтных реалий в регионе. Иными словами, резонанс получился на славу, и армяне лишний раз подтвердили свой потребительский подход в контексте взаимоотношений с Россией. На этом, впрочем, злоключения вчерашних оккупантов не закончились. Вторую волну антироссийской истерии в Армении вызвал репортаж съемочной группы телеканала «Россия-1» с освобожденных территорий Азербайджана. Российские журналисты рассказали о стремительном восстановлении Карабаха. Кроме того, российская аудитория получила возможность ознакомиться с разрушительными последствиями армянской оккупации. Были показаны руины, которые оставили после себя так называемые аборигены, осознававшие, что рано или поздно им придется покинуть чужие земли и потому стремившиеся нанести максимальный урон. В Армении репортаж российского государственного телеканала восприняли как очередное проявление недружественного отношения Москвы. Одна из газет написала, что армянская общественность буквально шокирована. Опять же было отмечено, что такие шаги со стороны России генерируют русофобские настроения в Армении. Более того, указывалось, что подобная реакция армянского общества совершенно адекватна и в Москве должны отдавать себе отчет в возможных последствиях. В качестве одного из таких последствий другое армянское СМИ предложило властям незамедлительно прекратить вещание российских телеканалов на территории Армении. Свой вклад в истерию поспешил внести и Союз Армян России. Руководитель этой мутной во всех отношениях организации направил письмо протеста в администрацию президента России. По мнению Ары Абрамяна, репортаж из Азербайджана неприемлем с политической точки зрения. Абрамян назвал репортаж откровенно антиармянским и вбивающим клин в отношения между Арменией и Россией. Разошедшийся не на шутку глава Союза Армян России потребовал от российских властей немедленно осудить и наказать провокаторов. Странно слышать такое от одного из наиболее отъявленных провокаторов, но Ара Абрамян никогда не отличался адекватностью. Об этом можно судить хотя бы по его перманентным попыткам втянуть российское общество в воспевание армянского фашизма. Впрочем, вернемся собственно к самой Армении. Сегодня антироссийские настроения в этой стране вновь набирают обороты. В нынешнем правительстве Армении есть люди, для которых неприятие России – это некий тренд. Тренд, который они пронесли через уличные манифестации весны 2018 года. По сути, это изначально уличный тренд, а учитывая, что действующей власти Армении можно считать апологетами уличных трендов, их неприязнь к России вполне объяснима. Порой эта неприязнь обретает совершенно причудливые формы. Так, в свое время в армянских СМИ появилась информация о причастности российских спецслужб к теракту в парламенте Армении в 1999 году. Согласно прессе, с этим серьезнейшим обвинением выступил председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андроник Качарян. Позднее представитель правящей фракции принялся уверять, что не говорил ничего подобного, но это уже мало кого интересовало. Механизм был запущен. Армянские СМИ забились в истерике. Зазвучали призывы немедленно призвать Россию к ответу. Не обошлось и без угроз пересмотреть отношения с Москвой в сторону максимального охлаждения. Война 2020 года и особенно ее итоги только подлили масло в огонь. Армяне принялись укорять Россию в предательстве так называемой многовековой дружбы. Сегодня, как мы видим, аналогичные претензии зазвучали с новой силой. Полагаем, что в Москве извлекут из этого прогрессирующего психоза в верные уроки.